Привет зрители! Пришла пора узнать динамику разгона АМТ 2.0 Это вовсе не вариант двигателя, не двухлитровый здесь стоит, а коробка модернизированная, механизированная, автоматическая от АвтоВАЗа И очень интересно, насколько изменился характер автомобиля, как это отразилось на сухих цифрах разгонов Внимание на экран! Хм, 13.1, да почти с полным баком, это действительно лучше, чем было ранее Даже по заводу нам заявляют 13.3 до сотни, явно никто не переписывал данные вслед за измененным механизмом управления коробкой Что ж, многие сразу скажут, даже 13.3, это даже 13.0, это много, ведь Патриот разгоняется с такой же сейчас интенсивностью Большой крупный дорожник, как так можно, на якобы спортавтомобиле АСВ Кросс, это так и есть Спортвагон Кросс, который классно выглядит, но, к сожалению, едет не так быстро, как это хочется Поэтому, механический режим, сейчас я его задействую прямо у вас на глазах, а потом покажу, что из этого вышло Я на исходной, деоктивирую вентилятор климата, чтобы ничто не мешало И с двух педалей позволяет робот, кстати, тронуться, смотрите Стартуем, естественно, шлифуем И вот оно, переключение В чем мануальном, вы видите, можно даже ничего не делать Коробка сама переключает по достижении максимальных оборотов Интересно, что на первой порой бывает эффект, что машина убирается в отсечку и лишь потом переключение То есть, по большому счету, подбирать передачи в мануальном режиме руками нет смысла Я все-таки это сделал А что будет, если начать переключать руками? Ведь мануальный режим все-таки для того, чтобы самостоятельно задействовать свои руки Пробуем С двух педалей вперед Можно увидеть, как работает ESP Но главный вопрос не в том, что ESP как-то мешает А в том, что невозможно понять, какие сейчас истинные обороты двигателя Это фирменная задержка тахометра, Vesta, X-Ray Вот есть этот момент Почему на новом поколении тахометр не успевает с оборотами двигателя, я не знаю Честно Это меня расстраивает Это сковывает возможности при разгоне Причем знает завод про это На Vesta Sport тоже самое И я надеюсь, что все-таки поправится Этой проблемы почти нет Интересная фишка Так что имейте в виду гонщики Тахометр у вас скорее больше показометра Нежели отражает реальную работу вашего мотора Ну а мы разогнали версию SMT Кто-то скажет, так что там в ручном режиме, какова динамика разгона Пожалуйста, на табло 5 сотых я у себя выиграл Кстати, замерял не здесь Если вы думаете, что по такому снегу Где покрытие непонятное Удалось мне найти сухой участок асфальта И провести замеры в это время На счастье Без дополнительных пробуксовок Без чего-то еще В целом Машина едет по паспорту Но, конечно, скорость и набора скорости С автоматом для активной езды С автоматизированной трансмиссией Да, а не с автоматом Многие сейчас придерутся И скажут, мол, что-то нам расскажут Это всего лишь МТ Поэтому МТ-2.0 Стало лучше, стало быстрее Машина реально едет паспорт В отличии, кстати, от прочих других Вест Что с механикой Что в разных кузовах Не удается разогнать по паспорту У меня ни разу не получилось Достичь паспортного значения скорости Вот такая вот ситуация Друзья, надо, кстати, включить климат Видите, дыхание мое огненное Сразу затягивает стекла Поэтому, пожалуйста, пишите Что вы хотите увидеть про работу МТ-2.0 Мы динамику замерили Разно сочутили В принципе, нет смысла ездить в М-режиме Вообще никакого Будете постоянно передачу подбирать И удобство в этом Ми-ни-мум Роботу на той робот Чтобы ехать в авторежиме Ну и все Впрочем, отмечу, что Динамика Веста Нынче как у Патриота ЗМЗ-про По правдной механике Да, автоматически Патриот, конечно Будет медленнее Ну, учитывайте Учитывайте Я информацию вам предоставляю Ну и тесты продолжаются Жду от вас комментариев Пока